МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Гомельском стадионе промень ведется масштабная реконструкция Пожарные просят проезду, оперативные службы оценили доступность дворов для спецтранспорта Плыть за Марой гомельчане разом со смельчаками со всего света покорили Босфор А сейчас об этом и иншим больше подробно Зворотный темный бок речбовизации Колькость злочинства в сфере высоких технологий со студеней выросла малю двоя Крыху не досягнувшись до 5000 Такие даденные в докладе к керовнику державы сегодня назвал министр внутренних справ Юрий Карайов Иншей приметой часу состоится снижение тяжких и особливо тяжких злочинствов Это говорить об спокойном становящей Украине и громадстве, отшим немалая заслуга милиции Яркий приклад, который провел керовник державы – оперативное раскрытие дерзкого рабования ювелирного магазина в Минску Муз и силовики у целом достойно отказали на выклик, кинуты рабовниками Реакция будет мгновенной и адекватной Примером тому является расследование вами громкого, я бы сказал, такого несвойственного для Беларуси уголовного дела Связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске Средь бела дня и прочее, ну как вызов На вызов вы достойно ответили Дай бог, чтобы так всегда в вашей службе было Вы очень быстро развернулись И в принципе раскрыли это уголовное дело Хотя следствие и суд примут по этому вопросу решения Но ребята сработали ваши молодцы Я вас прошу, передайте мою искреннюю благодарность за оперативную работу За тот профессионализм, который они проявили при раскрытии этого уголовного дела Из разных источников, в том числе, и вы мне докладывали детали раскрытия этого уголовного дела Это высокий профессионализм Молодцы ребята Поэтому передайте мою благодарность, пошите, поддержите их Они этого заслужили, молодцы Ситуация со злочинностью Украины целым под контролем Отзначил министр, отказывающий на питание журналистов Зараз в системе МУС по доручении президента Проводится системная работа над помылками У приватности подпильная увага и захование дисциплины Самими правооховниками Якость сбора доказов по коррупционных справах И оперативная реакция на звороты громадян Включающие поведомления с усветной павутины Я доложил шаги, которые мы делаем в этом направлении И в улучшении качества сбора доказательств Когда идут коррупционные дела Или дела по борьбе с экономическими преступлениями Что вместе пересекается Усилена работа по качеству разрешения обращений граждан То, что говорилось главой администрации Что 25% всех обращений Это касаемо правоохранительных органов Их качество работы Будем более тщательно, детально разбираться С каждым заявлением каждого Чтобы не получилось так Что граждане обращаются к нам И мы им везде даем какие-то стандартные ответы Отписки Нет, будем разбираться в каждом случае Смотреть, в чем все-таки сотрудники органов внутренних дел Нарушили права граждан Где-то вели себя, может, не совсем корректно и не сдержанно И давать им принципиальную оценку И так, чтобы люди, кто обращается И вообще-то нас услышали И увидели, что мы не глухи И реагируем на все Нагадаем крытыка системы МУС Прохучала от президента на резонансной нараде С правоохранниками 20-х ажнивня Милиции тышились о такие пытания Як недобросумленный сбор доказов Проследование людей по коррупционных артикулах Только на подставе доносов Прозмерная жорсткость при затримании и игноровании Справедливых нараканий у граждан Шмачасу на ликвидацию недохопов Кира у них державы силовикам не дал До 2028 года полностью обешкодить отходы, Яке утрымливают полихлорованные бифенилы Такое обвязательство приняла на себе Беларусь При долучении до Стокгольмской конвенции Об стойких органичных забружевальниках Крок до выражения проблемы Экологичная инициатива, якая реализуется Программа развития ААН Разом с Министерством природных ресурсов И оховы новокольного сяродя Семинар по этой теме Прошел сегодня в Гомеле Ожитевление проекта началось с Гомельской области Тут сконцентрованная Великая колькость промысловых объектов Что год в регионе утворяется Коля трех миллионов тонн шкодных отходов 70% из них Отправляется на обешкодживание Один в Беларуси призначенный Для этого комплекса находится В Чачерском районе Все лето там изъявятся новые площади Але назапашивать можно без конца Головная задача ликвидовать такие отходы У нашей краине для гетага нема технологичных умов Специальных печев Под час реализации инициативы До середины 2020 года За Межреспублики будет вывезена И обешкоджена экологично-беспечным способом Больше, как 22,5 тонны небеспечных отходов Яке утрымливают стойкие органичные забружевальники А кроме того, до конца наступного года Кожное предприемство, якое выкористовое Обсталевание с утроманием полихлорованных бифенилов Повинно вывести и госэксплуатации Зараз в регионе Маль 50 таких вытворчостей Экологическая инициатива, реализуемая в Гомельской области Направлена на создание механизма Безопасной утилизации стойких органических загрязнителей В рамках данной инициативы С нескольких предприятий Гомельской области Это три предприятия И двух предприятий Гродненской области Будет сформирован общий сборный груз Первого класса опасности ПХБ, содержащий отходы Которые будут вывезены за территорию Республики Беларусь Для дальнейшей их безопасной утилизации В Республике Беларусь Нет мощностей для уничтожения Подобного класса отходов И поэтому для Беларуси это экологическая проблема Которую предложило решить Общественное объединение Экологическая инициатива И на решение которой Европейским союзом выделено Около 100 тысяч евро финансирования Отвукаться на то, что турбо и насельство Задача не только отказных службов Але и журналистов На этот раз Жихара у Гомеля Затекавило пытание Скидывание рудой воды с трубы у СОЖ Светка этого звернулся у СМИ За тлумачением А корреспонденты у свою чергу Задали пытание специалистам водоканала Для того, как гамячанам поступала вода С допушальным утруманием у зровня жалеза На водозабеспечальных предприемствах Распрацованы специальные технологичные процессы В город поступает вода с подземной крыницы Со сведровин, которые стоят у СДОУ набережной И она проходит проспешно-гравийный фильтр На котором затремливается железо А далее отправляется до насельства Один раз у некольких дн фильтры Повинны промываться А затем вода технологично скидается у раку И ерунда оттенния указывает на утромание железа От которого была отшищена вода пятной якости Вода в городе Гомеле полностью из подземных источников И доисходная вода полностью соответствует требованиям САНПИН За исключением повышенного содержания железа Для удаления железа из воды До подачи воды потребителю Предусмотрены станции обезжелезивания На которых технологически проходит окисление Задержание содержащегося в воде железа И периодически раз в сутки-двое происходит промывка фильтров И согласно технологической схеме Сбрасывается в природный водоем То есть то, что мы видим Это вода насыщенная железом Ничего более Схема технологическая соответствует проектной документации И в принципе волноваться не о чем Сегодня у Гомеля обмерковали Пытания развития в регионе спорта Основную увагу звернули на стан Специализованных учебно-спортивных установ По шпарту готовности установы Галины Селета отримали у середины Жнивня Але только наявностью этого документа Процесс их подрыхтовки не обмежавался Врешті практически усе Спортивные сбудования От бассейнов до легкатлетичных манежов Объекты повышенной небоспеки А тому контроль за их станом Повинен быть постоянным С этой нагоды на посаджение коллегии Запросили представников контролючих органов Яким пропоновали выказать свое За уваги на этот конт А про чатаго Значную увагу Селета надали Забеспячению специализованных Вычебно-спортивных установ Обсталяваниям на эти меты Из областного бюджету Выдаткова на 5 миллионов рублев У нас еще остаются открытыми вопросы С бассейнами Как в городе Гомеле Так и в регионах Потому что бассейны у нас все Очень давние постройки Они все зачастую передавались Промышленными предприятиями Которые строили когда-то в советское время Эти бассейны передавали Они их не очень удовлетворительном состоянии Поэтому, конечно, до бесконечности поддерживать Это все невозможно было И пришло время, когда необходимо туда уже заходить капитально Вот как в Мозыре, например Мы капитально зашли в этот бассейн И, конечно, эта работа Непосредственно по бассейнам Она будет продолжена А про чатаго Значная увага будет нададе на стану стадиона Упрочем, размовывая не только Об городских аллеях и сельских сбудованиях В горы Пяску и множество техники В великую будовнишую пляцовку Как раз перетворился гомельский стадион «Промень» Работы ведутся маль поусюдно Об масштабах реконструкции Доведались наши корреспонденты Стадион «Промень» долгие годы Был болевой кропкой спортивной инфраструктуры города Запотребованный спортсменами И простыми гомельчанами объект Мел потребу реконструкции Самые масштабные работы Развернулись одразу за трибунами До листопада тут заявится Первый в области Поветроопорный футбольный манеж С трибунами больше чем на 500 метров Забюджетные сродки Рыхтуюсь пляцовку И закладываюсь под мурок Саму конструкцию Штушное покрытие и обсталевание Предоставляет Белорусская федерация футбола У нас на сегодняшний день Около 4000 спортсменов только Футболистов в Гомельской области 1200 занимается в Гомеле То есть наличие такого объекта Позволит проводить полноценный Учебно-тренировочный процесс Круглогодично Не в спортивных залах Которые зачастую не соответствуют Никаким стандартам Даже мини-футбола А на этом прекрасном сооружении Более того Футбольный клуб Гомель Мы рассчитываем, что он будет проводить тренировки В том числе и на этой базе С привлечением команд из других регионов Не только футболистам, але и легкоатлетам Важный пункт реконструкции – беговые дорожки Новое сучасное покрытие и необходная инфраструктура Зробят промень одзинным в области Легкоатлетичным стадионом Змахщимостью проведения с поборництва Утымлику республиканских масштабов Ремонтные работы кранутся под трибуны Помешканью Побор с футбольным манежем Заявятся профессийные пляцовки Для пляжного волейбола Шмат функциональный спортивный объект А именно таким станет стадион После реконструкции Стоит на балансе городской Дитячо-юнацкой спортивной школы номер 6 Для установки Это новая махщимость У нас с ведением этого объекта После реконструкции и капитального ремонта Открываются возможности Просто грандиозные Во-первых, легкая атлетика Единственный стадион в Гомельской области Он даст возможность проводить соревнования Как городские, районные Так и областные И даже республиканские Потому что покрытие будет соответствующего образца Также при введении футбольного манежа Кроме открытия отделения футбола Которое тоже необходимо И нехватка полей в городе И в области для футболистов Даст возможность В осенний-весенний период Не прерывать тренировочный процесс На именно травяном поле А продолжать его Это даст дополнительный толчок Опять же республиканскому футболу После реконструкции Спортивный объект Будет доступен не только спортсменам Потренироваться, ведомость за гроши Возможно, каждый жадающий Обязает, что цены будут доступны для всех Максим Савин, Евгений Кухаронок Валерий Хапанько Телерадоя компания «Гомель» У «Гомеля» з'явится новый платежный сродок «Фесткоин» Правда, расплатиться И можно будет только на протягу одного дня И на обмежованной территории Сегодня об этом журналистам Поведомили у «Гомельской мясомолочной компании» У рамках дня города 14-го вересня Отбудется первый мяс-молфест И он распочнется У 10-х годин ранницы На пляцовце каля лядового палаца Это будет, правда, масштабная подея С выступлениями артистов И разностайными конкурсами «Фесткоины» станут Свои особливыми призами для переможцев Потом за их можно будет набыть Продукцию предприемства холдинга Покули их внешний выгляд Тримается у сокрэтия Левядома, что усяго Плануется выпустить Не меньше, как 30 тысяч фесткоинов А про чатагу Гастей фесту Чекают майстер-классы И дегустация страв Профессионалы В своем деле Это наши технологии Профессиональные повара Будут готовить продукты Которые у нас производятся Это будет великолепный Мраморный стейк Разной степени прожарки Наконец-то нам объяснять Не просто как в кино Дайте нам С кровью, без крови А как это правильно Все делается И подается И готовится Чемпионаты по поеданию Мясной продукции Это будет С наших продуктов Сделанные хот-доги Бургеры Молочная эстафета Будет тоже очень интересно Об самым простым И житево важным Подчас республиканской акции Один и день безпеки Специалисты МНС Погутрили заработниками Комитета по праце Занятостей и социальной обороне Гомельского облвыконкама На тему Безпека – норма життя Сдавалось бы Кожны ведая Де на предприемстве Альбову организации Заховывается в огнетушитель И теоретично Яким корыстаться Але в умовах Надзвычайной ситуации Легко разгубиться И почать Дейничать Неправильно Об чём треба памятать Коли старается пожар Якими повинны быть Першие дейни Як заховать свое житё И посоденничать У ликвидации узгорания Работникам нагадали Вратовальники Керавництво комитета По праце сгаджается Что такие гутарки На корысть кожному Подчас акции У региона Проводятся и иншие Профилактичные мероприемства В рамках проведения Республиканской акции Единый день безопасности В организациях области Проводятся мероприятия Направленные На профилактику Производственного травматизма И профессиональных заболеваний Сотрудниками территориальных Центров социального обслуживания Проводятся мероприятия По вопросам Безопасности Жизнедеятельности Одиноких Одинокопроживающих Граждан Семей Находящихся В социально опасном положении И другой категории граждан В домах-этернатах Области Проводятся Целенаправленные мероприятия Направленные На предупреждение Человечайных ситуаций Акция Один и День Беспеки Протягнется Украине До 10-го Верусня Картина Знаемая Усим городским Жихарам У дворы Шмат поверховок Десятки Припаркованных машин Часто Об выход Усих правилов Те задумывается Хто-небудь Завтоматоров Як сюды Заедуть Пожарные Медики Худкой Допомоги И инши Оперативные службы Коли Супрацовники МНС Идаи Оценили Ступень Доступности Гомельских дворов Для проезда Спецтранспорта Супрацовники Областного управления МНС Роганизовали Эксперимент Выпадково Выбрали Некольки Домов И Поспробовали Проехать До умовных Пожаров Але Не смогли Дорогу Перекрыли Автомобили Рейд Распочался В 17 Годин Час Коли Люди Починают Свертаться С працы Махутный Червоный Аутоколенчатый Подъемник С тяжкостью Пробирается До умовного Пожару По улице Макайонка Дорогу Перекрывают Два Ауто Каб Выкликать Голодальников Выратовальники Уключаются Рацию И просить Господаров Убрать Машины У выпадку Реального Пожару Коли Кожная Хвилина Может быть Выращальной Оперативные Службы Просто Не поспеют На допомогу Мы это Постоянно Говорим А если бы Не дай бог Сейчас будут Пожар Наша Автолестница Она не может Проехать Она не может Укрепить Я вас прекрасно Понимаю Я прекрасно Вас понимаю Представьте У вас дети Есть? Нету А мама Есть? Есть Мама Наступная Кропка Высотка На улице Каменщикова Тут ситуация Еще больше Сумная Пожарная Машина У вогули Не может Подъехать До дома Мясцовые Жихари Расповедают Тут были Реальные Выпадки Коли на выглях До дитяти Не смогла Подъехать Худкая Допомога Согласно Правилам Дорожного Движения Запрещена Стоянка Транспортных Средств Со стороны Жилой Постройки Тем самым Водитель оставляет Свои транспортные Средства Нарушает Пункт 143 16 Правил Дорожного Движения За данное Правонарушение Водителям Грозит Административная Ответственность По статье 18.22 Часть 1 Штраф В размере Одной базовой Величины Если это Повторно То штраф Возрастает До двух Базовых Величин Памятайте Водители Обвязаны Сступать Дорогу Машинам МНС Милиции Тихуткой Допомоги Коли у них Працуют Проблесковые Маячки А рук Супроводжается Сиреной Об порушении Правила Парковки ДАИ Просит Поведомлять По номере 68 44 44 Вероника Гамзюкова Павел Антонов Толерадиокомпания Гомель БРСМ 17 Завтра Самая массовая Молодежная Организация Краины Азначить День Народжения Абревиатура За 4 литра Уже давно Не потребует Расшифровки На протягу 17-ти годов Активисты БРСМ Створяют Основу Волонтерского Руху И в лику Перших Примают Удел Грамадско-значных Падеях Краины На переддні Свята У Гомельскому Медицинскому Университете Узнагородили Самых Инициативных Активистов Первичной Организации БРСМ Дипломы И символичные Подарунки Отримали 40 студентов Нагадаем Белорусский Республиканский Союз молодцы Был створен У 2002 Годзе Шляхом Объединения Некольких Грамадских Организаций Стать Молодежным Активистом Можно С 14-ти годового Узросту У Гомельской Области Союз Объединяет Больше Як 60 Тысяч Человек Межконтинентальный Заплыв Прасбасфор Легендарный Старт Для аматоров Открытой воды Кабдаплыть З Азии У Европу Что год У летний Стамбул Приезжают Плывцы Зусяго Свету Все лета Дистанция У 6,5 км Покарылась Гамельчанам Татьяне Бабровой И Юрую Круталевичу Подрабязности У наступным Сюжете Супрацовница Протприемства Беларуснафта Татьяна Баброва Со спортом Сябруя С дзятинства У аматорским Спортывным Асяродзе Она Вядомая По забегах У паумарафонах Идея Перасек Чубасфор Заявилась В осенью Минулого года У интернете Татьяна Знайшла Артыкул Об людях Якие Перадолили Пролив И вырашила Что Здольная На это У призначенный Час Усих Удельников 2400 Человек Погрузили На корабли И отвезли Укропку Старту Азиатскую Частку Турецкого Стамбула Один за Одным Смельчаки Стартовали С полтора Метрового Пантона Единственное О чем я тогда Думала Это контрольные Точки На которые Мне необходимо Ориентироваться Чтобы Плыть В нужном Направлении Потому что Из воды Не все видно И надо знать Конкретные Объекты Которые Гарантированно Будут видны Плыла Кролем Время от времени Переходила на Брас Снова Кроль В какой-то момент Поднимаю голову И вижу Что я одна Где-то Впереди Метров через 300-400 От меня Лодка спасателей Я думаю Наверное Это уже за мной Потому что Все проплыли Время Ощущение Времени Теряется В воде Наверное Сейчас Меня с позором Доставят На финиш Проплываю Мимо Нет Не за мной Не глядяши На серьезную Подрухтовку Что год сотни Плывцов Сходят с дистанции Сигнал Для воротовальников Подняты Уверх Плавальная Шапочка Але И Татьяна И другие Удельник Згомеля Протпрымальник Юрый Круталевич Доплыли До финишу Первые мысли Были Почему так холодно Первые минут Десять Сгорел Там Ноги сзади Сгорели в воде Немножко В жизни В таких испытаниях Обычно Пока Разгребешься Что к чему Смотришь Уже И близко Конец То есть Там пока Течение Найдешь Пока Небольшие мясорубки Из людей Выплывешь Более-менее Тебе там Народ Ты уже решил По траектории Сворачивать налево А кто-то тебе Наперевес идет То есть Ты так Пока разобрался Пока Течение Это поймал Пока Ориентиры нашел У меня зрение Еще не очень Ну Как бы Без Соответственно Очков Сделал Тремя И получается Что так Оп И смотришь Уже Там Финиш Недалеко Ну То есть Как бы Не Ну Я рассчитывал Как бассейн Тренируешься То есть Просто Настраивишься Теплыть долго И все В наступном годе Татьяна Юрой Знову Планует Принять Уделу Заплыве Просбосфор Коли пройдуть Регистрацию Жадающих Зусягу Свету Шмат Рудзянкова Игорь Марышченко Телерадиокампанія Гомель Это и другие новины Вы можете Знайзти на нашем сайте У интернете По адресі www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен И дякую за увагу До встречи в эфире Де факто Продолжает эфир Телеканала Беларусь 4 В студии Анна Корольчук Здравствуйте Пропавшую в лесу Лельчицкого района Пенсионерку Нашли сегодня утром Напомним Сообщение С просьбой о помощи В поисках женщины 61 года рождения Поступило спасателям 3 сентября В начале 11 ночи Пропавшая Отправилась За дарами леса В районе деревни Приболовичи К позднему вечеру О ее местонахождении Ничего не было известно К поискам Подключились Сотрудники МЧС Милиции И местные жители Сегодня рано утром Пенсионерку Обнаружили в лесу Ее родственники Подробности Произошедшего Уточняются Поссорился с возлюбленной И выместил злость На чужих автомобилях В одном из дворов Поселка Юбилейно Гомельского района Хулиган Повредил машины Местных жителей О происходящем Милицию Сообщили очевидцы Прибывшие К месту Происшествия Правоохранителей Задержали Неадекватного Мужчину На тот момент Он успел Повредить Два автомобиля Хулиганом Оказался 33-летний Житель Поселка Ипуть Ранее Мужчина Был судим За хранение Наркотиков И кражу С его слов Нанося удары По авто Он выплескивал Злость После ссоры С девушкой 30 августа На Прутковском рынке В Гомеле Из торговой палатки Украли 300 рублей В краже Подозревается Женщина Фото которой Вы видите На своих экранах Сотрудники милиции Устанавливают Ее личность Если она Вам знакома Или Вы владеете Иной информацией Касающейся Совершения Данного преступления Просьба Сообщить По телефону 102 К этому часу Это все новости О происшествиях Нашего региона Оставайтесь На Беларусь 4 На телеканале Беларусь 4 Гомель Новости спорта В студии Максим Савин Здравствуйте Снова разгром Женская команда Гонбольного клуба Гомель Провела второй Поединок Чемпионата Беларуси Соперницами Подопечных Тома Жачатера Были гонболистки Дубля БМТУ Матч проходил В Гомеле Несмотря на разницу В классе Гомельчанки Не выглядели Расслабленными Доказательство Тому 55 голов Заброшенных Ворота Столичной команды 13 из них На счету Виктория Дивак Она самая результативная В рядах Гомеля Ответили гости 25 точными бросками Главный соперник Гомельской дружины За золото чемпионата БМТУ БелАЗ Также пока идет Безосечек Обыграна Виктория Берестьем 32-17 У подопечных Сергея Цыганкова Ситуация диаметрально Противоположная Мужская команда Гомельного Гомеля Потерпела второе поражение На этот раз Гомельчане На домашнем паркете Уступили Столичному скам 24-31 По 6 голов В активе Смоликова И Кожедуба На не самые результативные В рядах хозяев 11 сентября Команде Сергея Цыганкова Предстоит Вояж в Брест Где соперникам Будет чемпион страны БГК Имени Мешкова В Гомеле Проходят Олимпийские дни Молодежи По академической гребле В соревнованиях Участвуют Более 150 спортсменов 2002-2003 Годов рождения Каждая команда Насчитывает 16 человек 8 девушек И 8 юношей Это отборочный этап Лучшие гребцы Поедут на Республиканские Олимпийские дни Молодежи Которые пройдут С 19 по 21 сентября В Заславле Этим турниром И завершится Сезон для гребцов Осенью и зимой Спортсмены продолжат Общефизическую подготовку И работу На специальных Грибных тренажерах Сегодня второй день У нас соревнований За Первый Вчерашний день Отличились Хорошо Наши ребята Гомельские Они выиграли Двойку Безрулевого Это Кропотин Данил И Пинчук Захар Экипаж Который пришел Вторым к финишу Это была команда Мозыря Третья Были Гомельские ребята И Ванчиков Михаил Перспективный парень Требеустов Георгий Это наши Гомельские ребята Подают Большие надежды На Будущее Девочки В Гомеле Сильные Пучковская Светлана Иваровская Дарья Много Молодежи Перспективной Которая будет Представлять Гомельскую область На республиканских соревнованиях На этом пока все С новостями спорта Вознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова